Через эту арку прошли, соответственно, вы попали непосредственно в детский технопарк. В детском технопарке Монгурмаш у нас вообще 12 детских технопарков по всему городу. Это один из самых первых технопарков, который открылся в 2016 году нашим мэром Сергеевичем Савянином. Это флагманский детский технопарк, все занятия на базе него проходят бесплатно, на бюджетной основе. У нас функционируют три лаборатории, может быть, кому и у кого-то заинтересует. И открылась четвертая, буквально две недели назад, это лаборатория робототехники. Сразу запоминайте, вы посетите ее сегодня. Также вы посетите в рамках той же лаборатории новое направление, это нейротехнологии. Кто-то знает, да, управление силой мысли, движением мышц и так далее, с помощью роботехнических наборов различных конструкторов. Мы работаем не только на левоэффективе, что мы тоже, наверное, слышали, да, майнстормы и так далее. У нас очень много специализированных конструкторов, таких как Бетроникс, Вальветр и так далее, которые вы не найдете практически нигде. Они функционируют только и работают на базе нашего технологии. Вторую лабораторию вы посетите, это немножко какая-то специфическая лаборатория, это геоинформатика. Кто-то слышал такое название геоинформатика? Это спутниковые системы, квадрокоптеры, аэросъемка, это гугл-карты, яндекс-карты. Вы научитесь создавать карты самостоятельно, склеивать их, делать, вызывать маршруты по любой местности и так далее. И третья лаборатория, ну это совсем взрослых ребят у нас, мы на нее принимаем только 10 класс, и только отличников туда. Это либо средний балл 4.0 должен быть, это лаборатория современной космонавтики, это совсем серьезная лаборатория. Там вы будете собирать спутники, там вы будете собирать ракеты, после этого вы будете проводить тестирование. У нас специально есть для этого площадка, специальная лаборатория для полигона, для испытаний. Но вам подробнее сейчас расскажут все преподаватели, да, вы пройдете последовательно все лаборатории. У меня большая просьба, вы будете организованной группой, вас будут всегда сопровождать. И на ваши вопросы всегда вам ответят, если какие-то вопросы будут, пожалуйста, задавайте. Фотографировать, как я уже сказал, можно. Единственная просьба, сладуясь. Алексей Андреевич, просьба обращаться к нему по имени и отчеству, он курирует направление геоинформатики, детской технологии и турмашины. Во всем вопросах, связанных с этим направлением, вы можете обращаться сегодня непосредственно к нему. Расскажу, в общем, что мы делаем, что у нас происходит. И думаю, надо делать нормальскую, то, что делать, что происходит. Это география и информатика, да? Понятное название. То есть получается, что мы как-то связаны с географией, вам отставлен вариант цифровой карты на территории этого парка, которую мы выполняли именно в Телегатуре. Телегатуре сами использовали рефлотовик с хоро-системой, да, в случае того, что вы поддержали фантом, проектировали маршрут для полета, запускали его, снимать территорию, дальше создали вот такую подложку, сейчас у всех потом походу, и потом уже отопробовали вот такую карту. Причем это такой, так скажем, гибрид. Они частично-то делали в аудитории, частично, так скажем, в ремонт, когда вот такие аналоги с фон телефона или планшеты, которые у нас опять-таки есть, и собирали данные о том, что не находитесь, просто входили, в общем, без, например, входили в ту самую парковку, это все сохранялось в минимум на метро слое, потом загружался на карту. То есть все у нас так довольно разно, как мы знаем. То есть можно поближе все это дело посмотреть, можно по каждому объекту посмотреть довольно информацию. Например, могу взять вот это здание, могу посмотреть информацию, какой, в какой боссе занимает, какой милик, и тогда я могу пользоваться. Я могу пользоваться картой не только просто смотреть, что не на полос, но так, чтобы получить более подробную информацию, которые потом используют для гранат. По поводу этой подошки, я расскажу. Ну, если кто заходил на Яндекс карту, было карту, то, скорее всего, помимо карты, вы еще смотрите космическую подошку, то есть когда-то. Ну, не кажется. Вот если сравнить, к примеру, ту космическую съемку и то, что мы это делаем, то можно заметить, потому что у нас, ну, по поводу, то есть где-то, потому что мысли взлетать на авиационных, и они гораздо больше, чем практически используются. Вот, из-за того, что мы можем лежать, когда-то можно подниматься, то есть здесь мы видим, что в этой дирекции все это можем делать однократно поместить, и потом уже изучать. К примеру, у нас, ребята, были различные проекты, которые непосредственно с этой территорией связаны. Один из них был связан с вещей. перейдутся с топором, то есть у нас есть начинок из них, здесь надолго, надолго. Ну, в общем, то есть мы, в данном случае, по рисункам можно учить различные вещи, в том числе освещение. Когда один школьник, так скажем, изучал освещение, находил места, где освещения не было, это сидел картографировал, и потом дальше уже совместно с производственной компанией ВТТ, которая просто там заканчивалась, они, естественно, дальше прорабатывали план, как это сидел и устройство, соответственно, реализируют эту картину и при этом освещение интересов. Этот проект, то есть они подписали договоры сложные и начали революционную работу, начали выводить на танк. То есть по мне, себе рабочие проекты. Дальше такое продолжение. Это фото космической стерки, который рассказал. Мы с ребятами так же изучаем вообще космические снимки, откуда это можно рассказать, потому что бесплатно, как с ними работать, как они вообще будут. Вот сейчас один из примеров, на котором мы с ребятами тренируемся, это космический снимок в 2004 году я слышалась. Здесь изображал пакет. Если слева показан один из, одна из частей снимок, на самом деле он состоит не просто один картин, а если можно, там, может, 8 картинок, может, там, 200 картинок, в зависимости отсутствует. Вот видите, они одну тушь тебе это показывают, но он немножко все отличается. То, которое мы с вами сами видели, где мы с вами делали самолёты. Я не знаю, но, по крайней мере, мы вот это увидим. Поэтому мы можем получить такая модель. Мы с ребятами вообще нечаем. В принципе, как раз все работает. В зависимости от уроков детей, мы их проводим на разный срок. Самое первое, это на Лего. Когда дети работают со стандартным нормам Лего ИВ-3, Майдш-Торс, с таким вот набором стали. И также имеются различные датчики, маноматомы и различные датчики. Значит, чего учатся дети на курсах когда приходят на Лего? На первом понятии они понимают, что такое двигатель, как ими управлять, как проехать, например, вода, по другому демонстрирую, просто есть другие приборы. Дальше дети переходят к изучению различных датчиков. Также мы знакомимся с этой Лего, которая сейчас открыта, рассказываем про все их блоки, как что работает, рассказываем основу логики, то есть простые основы программирования, условия, визгления и т.д. Потом дети начинают постепенно изучать датчики и выполнять по одному примеру на конкретный датчик, для того, чтобы в конце сделать свой проект, который будет вмещать в себя все эти знания. Значит, для датчиков у детей есть простая кнопка, чаще всего дети выбирают кнопку в качестве датчика, это если коснулся какой-то стены, например, то есть когда он не попялся, либо нажать на кнопку, допускается какой-то столкновитель. Также есть в наборе датчиков наклона, он уже гироскоп. Дети используют такие датчики для того, чтобы например выполнять изображение эстакады, когда машинка должна доехать на эстакаду и его не остается, то есть нужно сочетать, как в общем он находится в машине, это либо застекание плоскости, только когда уложено в сторону, либо когда мы датчик заперпляем горизонтальную плоскость, то нужно вычислять угол, на который он мог бы повернулся, для отлично поздравления. Также в этом наборе есть датчик света, очень популярный, чаще всего дети делают на нем езду на линии, езду по линии. То есть в рамках изучения курса леда у детей есть тема, это езда по линии с одним датчиком света и езду на линии. То есть здесь вот, стояла здесь такая же инфраструктория, у детей на ЭСПА доработают, чтобы дети могли сами отработать. Так же у детей есть свобода выбора конструкции робота, то есть они могут собрать, если сами не обладают достаточным конфиденциальным решением, то они собирают простую машинку по стандартной системе, либо собирают что-то свое. Сейчас бывает, что дети, которые в авиакутах и в лабиринте, когда ставится один датчик, как здесь, в полу, а другой впереди. И дети отложивают конкретно свою конструкцию, сочетание, обучения датчиков и условий. Есть несколько программ обучения. Один из вариантов, когда ходит сюда целая школа, ходит раз в две недели, и вам получается приходит по разу третий человек, и они проходят занятие по другим дистанциям. То есть это ее нормальность, прохладательство и по 12. То есть они перемещаются за этот день по трех направлениям. В конце дети, в конце обучения, то есть в начале мая, они будут целый учебный год, а нет, полгода. Полгода, это будет, да, то есть это либо вся осень, либо зима, получается, зима. То есть как полугодия, учебный, да, или первая полугода, так. В конце дети должны импетельно сделать проект. То есть те, которые ходят, он выбирает одно из двух направлений, которые ему хочется нравиться, и реализовывает свои проекты. В рамках этого курса дети нас реализовывают проекты нарядах. То есть, вот, например, проект, что дети делали, это робот покручивает на поверхности Марса. Ну, на самом деле, дети с темой не доработали, там им было мало времени, они не подумали, там, какая поверхность в Марсе. То есть, если они не проработают, то есть получится просто покруче, где установлено несколько моторов, то есть, то есть, чтобы было двигаться гусеницем, и здесь ватя, ватя, открывая-закрывая, с ватей, еще остальные свободы, здесь две манипуляторы. То есть, это они собирают примерно за 23-ю, вернее, то есть, когда они приходят с эффективы, времени не могут. Что на результате организации будет мало. Также есть утреное включение в этой технике, это когда дети мотивированные, дети, которые вам интересно, входят на занятия ежемедельно в течение всего учебного года, то есть, сентября по мае, как начинаются их занятия, общие программы. Сначала они проходят в праздник, в праздник, очень быстро, после этого они переходят к наборам и вовек. Здесь есть наборы разные, по мнению, заданий. Скажу честно, курсы урядов для детей очень тяжело и часто требуются промышленная проработка материала дома. То есть, у нас это футболы, футболы, до данных 500-55 и многие другие вещи. То есть, там есть в этих наборах интересные примеры, когда они делают модели с лепотвором, модели разные коэксинализации и так далее. Вы просто простые такие проекты, без применения арт-линок. После того, как они закончили стартовый набор, это примерно происходит, набор прослотится до начала сентября. После этого у них идет следующий набор, второй и второй и по-моему, еще один основной набор. Дети просто помещают свое 50-50. Ну, потому что, как говорится, процветает форосо, когда ребенок делает свой проект, подошел и стал бежать. дальше у них идет плата Ардуина, мы говорим, тоже опять же есть книга, которую они делают. И вот здесь они могут протековаться в пайке, здесь есть плата. Но здесь не чистая Ардуина, это как Ардуина-плодок, ему разницы нет. Это по-российской, это по-российской Ардуине. Делают проекты тоже различные и уже учатся с основой обмену, знакомиться со стороны ардуиня здесь. И вот здесь как работать с светодиодами и сигналом, потому что в дальнейшем ребенку предстоит анализировать аналоговые сигналы, которые он получает с различных датчиков. Вот, какие датчики есть на море и что мы делаем здесь есть датчики, которые измеряют силу мышечной активности, есть датчики, которые фиксируют альфа битмы, которые у нас происходят в головном мозге, есть также датчик, который измеряет силу. Вот, на примере лего мы можем показать подпосредственную работу на комнате для детей. Значит, что входит у нас если мы возьмем платформу лего. Значит, я пока включу. На платформе лего датчики поудобнее, ничего здесь, спалить, испортить, право, партинально, смертельно нельзя. Значит, для чего это нужно? Значит, дети когда изучили основу лего и артуритов, дальше они переходят уже к теории. То есть мы рассказываем детям про сигнал, про то, как у нас работает мозг, про то, как установим кровеносную систему, и также откуда возникает мышечная активность, и как ей управлять. И вот эти знания по биологии дети уже применяют конкретно в своих проектах. ребенок может сделать проект, используя все эти датчики. Приведу пример, что нужно сделать. Нужно сделать машинку, которая будет управляться силой мышечной активности. Сейчас есть соревнования по данной дисциплине, когда приходит группа детей на соревнования, им нужно быстро собрать машинку и написать программу, которая будет хорошо давать ей. то есть мы знаем, что каждый человек уникален и уровень сигнала могут быть неодинаковыми. Например, альфа и альфоритм на самом деле тяжело зафиксировать и появились некоторые дети и они дают себя сразу, но нет. Когда возлетает альфоритм, когда мы сидим в предсосновом состоянии. мы должны представить, что мы расслаблены, иногда бывает помогать смотреть в какую-то точку и при этом альфоритм может возникнуть сразу и пропасть. Либо некоторых удерживать долго. И одна степень это насколько долго было удерживать альфоритм. То есть можно делать различные проекты, когда при наличии сигнала происходит и здесь у нас на мышечной активности все сразу таки значит пробовать их покажу на левую. Значит у нас на руке есть мышцы которые называются сгибатели и разгибатели. Если мы начнем сгибать руку мы увидим что здесь немножко увеличивается мышца просто не может видишь вот здесь ну у тебя если здесь не 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 просто вгибает видишь у вас не отгибаешь и держишь то есть если у меня руку начинаем нагревать на пи не напрягает даже не напрягает мы видим что здесь находится мышца у которые могут поймать большой символ датчик который фиксирует мышечную активность подсоединяем группе задача у нас такая сейчас написано простая программа где особо сильно мучиться вот так вот начинать не надо будет твоя задача будет мучиться когда допустим программу если будет уроки сигнала нормальный то будешь шевелить самоток сейчас мы закручиваем программу вот здесь так мы отключили да сейчас подключимся по бюджетусу и закручиваем программу я вам показываю пример именно как мы здесь приятном программе начинай вот бывает что у человека разного активности и нужно запускать разные эксперименты вот здесь где мы можем посмотреть график вот это страшно причине осталось у нас когда в виде графика мы видим сигнал и уже от этого человека мы посмотрели примерно у ребенка высокий уровень сигнал вы можете смотрите вот это часть графика соответствует движению простого взбивания когда ребенок начинает работать другой активность возникает экспресс вот здесь поставили диапазон на наши с металл с людьми еще хуже и и и и и и и и и их и и и и и и и и поставить ему баллоны с воздухом, с водой. Человек у нас, люди на МКС, больше года уже были космонавтами. То есть вполне реально залететь. Домашний летит корабль 8 месяцев. Все это вполне реально, технически. Но проблема в том, что... Проблема в том, что защиты пока от радиации, к сожалению, нет. Точнее, защита в привычном виде есть, что если строить корабль, сплощенной с алюминиевой стенки в один километр, ну, что это за корабль такой? Ну, невозможно. То есть очень большая. Не нужны какие-то нового принципа защиты. И вот как раз ваше поколение, я думаю, как раз осуществит техническую задачу. И тогда мы, естественно, сможем отправить колонистов на Луну, чтобы там жили уже постоянно. Потому что на Луне тоже проблема радиации есть. Луна не защищена. Стационарную станцию там не можем пока сделать. И даже вот по станции... Сейчас же совместная станция будет, международная, Deep Space Gate. По какому-то постоянному экипажу большие вопросы там до сих пор. Потому что, да, он сможет отпустить станцию вокруг Луны, но не держать этот экипаж. То есть, во-первых, радиационная защита так, к сожалению, не решена. А в принципе космос уже прекрасно освоен. Очень новый спутник улетает, вокруг спутника перешел. Естественно, космос мы вас приглашаем, потому что технологии самые бельдовые. Самое высокое качество. Такого качества никто пока в мире не может достичь. Качество определяется очень просто. Количеством отказов. Количеством неудачных пусков. Количеством потерянных спутников. Я понимаю, СМИ постоянно там, как наш спутник потеряет, все призводят, а американцы ракету сожгут. Никто не говорит. Но есть простая статистика, кто-то интересуется. Посмотрите, в два-три раза наша техника надежнее вся. Спутники надежные, ракеты надежные, дешевле. Илон Маск поклонировал. Нет, Илон Маск великолепный. То есть я чувствую вот такой важный момент. Космос все-таки это мирная территория. И это было именно от нашей страны это пошло. Потому что американцы изначально была чистая военная программа. То есть они вывезли ракеты в ПАЛ-2. Весь завод вывезли с Фан Брауном. Вывезли весь атомный проект туда. Но атомный проект они еще раньше нашли. Там все-таки сами ученые приехали. Потому что боялись, что где-то расставалась бомба взять. В ПАЛ-2 же в 44-м году же мы переломли. Причем это было даже не столько военность, сколько... Это было кошмарно. Потому что против авианалета научились защищаться. То есть пока самолеты взлетают, радары их ловят. Они гуляют в тревогу. Население спускается по оба убежища. Задушения большие. Жертв практически нет. Против полистических ракет защиты нет. На пять минут летит. В 250-х километрах ПАЛ-2 через Ланаш-5. День 90 летит Алмутова. Отслеживания не научились. Потому что немцы работали по тому же принципу, что наши Катюши. Собственно, содрали. У нас же очень сильно страдали от Катюши. Поэтому приезжают машины быстро выпускают ракеты. И вылетают. Минцы взяли у нас. И с ПАЛ-2 также работали. Приезжала машина. Отставила ракеты. Запускала им расчеты вещами. То есть и английские самолеты прилетали на пустое место. И не знали защиты. То есть пять минут все. И бонус. И население гибнет. Когда несколько членов знатых семей погибли. Многие сейчас спалили в штаты подальше. То есть английские практически брошены уже было. То есть это чисто психологическое воздействие. Потому что они не готовы идти на царю. Они не готовы посылать войска, чтобы кто-то из королевской семьи погиб. Это все. Они сами идут не готовы никогда. Это психология всегда. И однако был именно мирный космос. Самая идея мирного космоса. Причем это идея. Вот еще Циолковский когда разрабатывал. Это же было именно с точки зрения продвижения всего человечества. И вот сам принцип первого спутника. Почему он не восстанавливается. Это у нас заранее было субликовано в журналах. Что вот ДССР будет запускать спутник. На каких-то частотах вы можете принимать сигналы. Пик, пик, пик. Длина пипа, датчик давления. Между ними какая-то температура. И любой радиоприемник в мире мог собрать радиоприемник. И потом ловить сигнал и узнать какая температура и давление в космосе. Ведь до этого никто не знал, что в космосе. Мы не знали, где кончается атмосфера. Да сейчас мы знаем. А так в любую очередь. Вот этот принцип открытого космоса. Принцип мирного космоса. И 70-е годы. И даже вот выход из холодной войны был через космос. Когда вот Союз Аполлона. Вот это знаковое. Когда два корабля состыковались в космосе. Это был конец холодной войны. И даже сейчас, несмотря на все эти заморочки и заявления. По поводу лунной станции продолжается сотрудничество. И все равно я надеюсь, что мы и дальше будем работать. И часть лунной станции мы будем делать. То есть все это есть. У нас время уже фактически не осталось. Но давайте на вопросы отвечу и ответим.